У Державном предприемстве экспериментальная база «Крыничная» Мазырского района у Рашиста открыли новый молочно-товарный комплекс. Подея, которая в республиканском масштабе махчума и невельми значная, тем не менее протягнула до себя повышенную увагу. Еще один объект агропромыслового комплекса стал показчиком махчумости реального повышения добробыту вязкового насильства. С планами ознайомились наши корреспонденты. С вышины птушиного полета новый жевелогадовчий комплекс в экс-базе «Крыничная» сдаётся некой блокитной птушкой на палетках. Але для того, как створить ЕС, потребовалось некольких годов. Будовничество комплекса началось в рамках программы, которая завершилась еще в 2015 году. Але по решению недохопу сродка в будулю спынили. Летось до проекта вернулись знов. Пришлось добавлять некоторые еще строительные объемы. Здесь увеличили количество чанажных траншей. Ну, в связи с этим было изменено немножко благоустройство. Поэтому, конечно, проект притерпел некоторую доработку. Соответственно, и работа увеличилась немножко здесь. На урожистом открытии нового жевелогадовчего комплекса присутничает Владимир Дворник. Былы керовник района и в области проводить параллели. Некали в Беларуси набывали молочные продукты по картках, а сегодня на полицах яны у широким ассортименте. Боль затоя, а маль 60% молочки поставляется на экспорт. В мире Республика Беларусь по экспорту молочной продукции занимает четвертое место. В мире, уважаемые коллеги. Поэтому это говорит о многом. Ну и в плане экономики тоже хочется сказать, что в сельскохозяйственном производстве самая высокая рентабельность на производстве молока. Новый Мазырский жевелогадовчий комплекс оснастили по опошним слове техники. Причим, это белорусское обсталявание. Хоть в дадзинном выпадку размова не только о большинном вытворце, який дозволяет тримать под контролем весь технологичный процесс. Мазырский район сегодня в Беларуси сирот лидеров по вытворчасти молока. Открытие нового комплекса – яшедзен крок по умыцовании позиций. За счет областного бюджета мы построили и ввели в эксплуатацию новые фермы. Благодаря этим фермам мы имеем возможность производить молоко высокого качества. И в экс-базе Краничной это даст возможность дополнительно получить источники производства молока и в целом нашей области. Поэтому то, что делается государственным, делается на благо нашего народа. Для того, как комплекс в экс-базе Краничная начал працевать у отповедности с продуглеженными параметрами, спотребится еще несколько месяцев. Хоть махчимые плюсы проличены уже зараз. После выхода на проектную могутность, что день будет отремливаться каля 12 тонн молока. У грошовного вылешения это амаль 10 тысяч рублей и отповедно 300 тысяч в месяц. Для господарки это значный прибыток и крыница повышения добробытых працевников. Эта ферма позволит нам дополнительно создать 32 рабочих места в хозяйстве и при средней заработной плате 1035 рублей. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.